Всем доброе утро! Сегодня я приготовила вот такие вот бутербродики. Ваня до сих пор чувствует себя не очень. Забочусь о нем как я могу. Мне очень жалко, что завтра я уже улетаю в мою сну, а он болеет. Знаете, я заметила одно, что мужчины действительно переносят вот какие-то там болезни намного тяжелее, чем женщины. Мы такие более сильные. Вот. Как-то мне его жалко оставлять, но работа... Есть работа, билет уже купила давным-давно. Надеюсь, все будет хорошо и выздоровеет. Левушка с ним будет, да, Лешка? Папу будешь, да? Что, как у вас понедельник начался? Рассказывайте. Вчера у меня был детокс от Инстаграма, если честно. Хорошо было. Потом перешла в Телеграм-канал, там общалась. Короче, поняла, что и там, и там обсуждение всегда... Где? Ну, я бы хотела либо в Кипр, либо в Грецию. В Сан-Тони я не хочу очень сильно. Но не знаю, как получится. Жизнь такая непредсказуемая, что я не знаю, что будет завтра. Я не могу предугадать, что будет до моего дня рождения. Хотя немного осталось, но все-таки не могу дать вам ответ на этот вопрос. У меня самой нет еще определенного плана в голове, где и с кем я буду отмечать день рождения. Правда, не знаю. Хотелось бы, конечно, знать, но не знаю. И это один из самых частых задаваемых вопросов. Когда вернусь обратно в Турцию? Я не успела отсюда улететь. Вы меня уже спрашиваете, когда. Не знаю. У меня билет в один конец. Вот. Накопилась работа выше крыши. Я работаю дистанционно, но я бы не сказала, что работать дистанционно – это очень удобно. Я пытаюсь работать, потому что все-таки блогерство – это тоже работа, кто не знает. И можно работать дистанционно. Но есть очень много брендов, которые меня ждут в Москве. Вот. И, конечно же, это в первую очередь мои денежки. И в планах все-таки накопить и купить квартиру. Не знаю, сейчас, когда полечу в Москву, либо чуть позже. Но пока в Турцию не знаю, когда. Нужно доделать работу. Очень много работы есть, правда. Мы офигенные, мы красивые, мы молодые. Свадьба – это не на первом месте. Замужем я уже была. Свадебное платье я уже надела. Я уже не та маленькая девочка, которая мечтает о том, чтобы надеть еще раз свадебное платье. Для меня, честно, главное – роспись. Но, опять же, роспись для меня главная тогда, когда я буду планировать малыша, я буду беременна. Тогда я бы хотела, чтобы мой ребенок, наш ребенок, родился в полноценной семье. А сказать о том, что я мечтаю о пышной свадьбе, вот эти вот замки из песка, они уже у меня были в 19 лет. И честно, ну и не знаю, вы можете меня закидывать камнями, но для меня это не самое главное. Свадьба – это не означает счастливая семья. Можно жить в счастье, в гармонии и без свадьбы. Роспись, да, тогда, когда будет ребенок. Я-то и уже говорила еще, когда была на Доме-2 и придерживаюсь этому. Зачем строить планы? Опять же, вот это мое мнение, да, вы можете не согласиться. Но я не люблю строить планы. Я, может быть, где-то визуализирую, мечтаю, но прям целенаправленно строить планы я не люблю, потому что все меняется вот так, по щечку пальцем. Если вернуть меня пять лет назад, я бы не была бы здесь, я бы не была бы на Доме-2, я бы, в принципе, не была бы той Кристиной, которой сейчас являюсь. И поэтому я и говорю, что жизнь такая непредсказуема, и я никогда не строю планы. Я не знаю, что будет на день рождения. Вы меня спрашиваете, что будет через пять лет. Откуда я знаю? Не знаю, не знаю. Просто сейчас все так нестабильно в этом мире. Я даже не думала, да, и вообще никогда в голове у меня не укладывалось, что я буду жить в Турции, да. Как бы все меняется. Нужно жить здесь и сейчас, и здесь и сейчас. Вот я придерживаюсь к этому. Почему не учитываешь желание Вани? У него же не было свадебного торжества. А вы как думаете, если для него это было важно, я бы отказалась? Для него это тоже не важно. Что за люди? Что за вопросы? Что? О, поймите, что для нас вот свадьба не самое главное. Учтите это. Не знаю, может быть, для вас – да. Для меня – нет, для него – нет. Для многих свадьба – это не счастье. Это не самое главное в жизни. Это торжество. Счастье – это когда люди находят общий язык. Они совместимы во всем. А вот это торжество – это на один день. Штамп в паспорте, я говорю, это нужно тогда, когда ребенок. Ну, это мое личное мнение. Нет, я вообще такой спокойной стала. Наверное, я привыкла жить в быту, изучить как-то Ваню, да. Раньше мы… Ну, вы все прекрасно понимаете, да, что нам было тяжело разговаривать. Я такая более душевная, он более такой воздушный, ага. Но мы все-таки научились дружить. И даже если есть определенные моменты, которых я не понимаю, не принимаю, я пытаюсь его привести к разговору, чтобы я поняла его точку зрения и чтобы он понял мою точку зрения. И мы действительно дошли до такого момента, что мы стали очень хорошими друзьями. Вот правда, вот без всякого враня мы даже разговариваем про тему, которые вот в обычной жизни, мне кажется, молодые люди друг с другом не разговаривают. Они избегают такие темы, но мы разговариваем абсолютно обо всем. Честно. Это было, знаете, так действительно неловко, что ли. Я стеснялась, короче, я приехала, Ваня меня встретил внизу с Лео. Я уже поднимаюсь и понимаю, что такой запах вкусной еды. Мама Вани приготовила ужин. Я говорю, Ваня, у меня трясутся ноги, руки, мне как-то неловко, я стесняюсь. Он говорит, да ладно, не стесняйся. И первое дело, я зашла в квартиру, она меня сразу обняла. Я вот эту родственную душу почувствовала. Действительно было так, так тепло. И потом как-то на второй день было так легко взаимодействовать. Классно, правда, очень прекрасная женщина вообще. Мы стали лучшими подругами. Никаких секретов у меня нет от нее. Мы прямо разговариваем, созваниваемся, переписываемся каждый день. Прекрасная женщина, я ее обожаю просто. Не знала, вот, отвечать, не отвечать, но ладно. Вот я, ну, обещала, что буду отвечать честно на ваши вопросы. Ну, всех я не знаю. Ну, я бы честно, если бы не я, мне всегда импонировала Рита. По ее внутреннему миру, как она выглядит, очень красивая девочка. Вообще ничего плохого не могу сказать про нее. Вот. И я знаю, что она одна из немногих, да, которые действительно очень тепло относилась к Ване. Наверное, наверное, ее бы посоветовала. И не знаю, ну, как бы, как бы странно это ни звучало, да, если бы не я, я думаю, что она достойная девочка. Мне она всегда импонировала. Рита, да. Конечно бы хотела. Но моя мама даже предложила Татьяне Евгеньевне, чтобы она прилетела в Италию. Я думаю, что это будет, это случится все-таки. Я считаю, что у меня прекрасная мама, у Вани прекрасная мама. И они, ну, они найдут общий язык. Я очень сильно в это верю. Две прекрасные женщины, которые я обожаю, люблю, ценю и просто хочу, чтобы они встретились, да, конечно. Держусь. Вот от этой неугомонной женщины получаю очень много сообщений. Неужели даже примерно не знаешь, когда обратно? Не знаю. Это может быть неделя, это может быть две недели, это может быть три недели, это может быть месяц. Я не знаю. Потому что если бы у вас были определенные проекты, определенный заработок, да, когда люди выходят на вас, и вы можете заработать деньги и понимаете, что здесь вы сидите без дела, да, вы выберите вот там, где есть деньги, где вы будете зарабатывать для себя, чтобы достичь чего-то в этой жизни. Вот. Здесь что я делаю? Сижу с утра до вечера, ничего не делаю. Иногда нужно ставить приоритеты. Отношения не портятся из-за расстояния. Должны это понять уже. Если что, Ваня сам сможет прилететь в Москву. Сдолбали уже правду. Я Ване предлагала много раз полететь со мной в Молдавию. Показать ему город, где я родилась, где я живу. Вот. Он говорит, что ему это неинтересно. Я не знаю. Что там ничего такого нету. Вот. Я планирую, если все-таки он не захочет, я планирую полететь в начале июля в Молдавию, потому что прилетают мои свидетели со свадьбы. Это у нас получается так, как вторые родители. Когда я была замужем, там, венченная в церковь, да, у нас были свидетели. Муж и жена Олеся и Ваня. Вот. И у нас так принято, что вот на наши, я не знаю, как называется на русском, ну, свидетели, да, со свадьбы. Вот. Я планирую с ними увидеться, потому что они прилетают из Ирландии. У них двое прекрасных детей, я жду не дождусь, чтобы с ними увидеться. А Ваня захочет поедеть. А я честно отвечаю, ну, как бы вам нравится, хорошо, не нравится, знаете, от этого моя жизнь не меняется. Не знаю, когда, с кем, да, не знаю. Потому что здесь, в этом мире, все меняется вот так, еще раз говорю. Вы видите, что вообще в мире творится? Откуда я могу знать? Вот у меня была цель купить квартиру, я до сих пор этого хочу, но я понимаю, что сейчас не самое лучшее время. И я думаю, надо ли мне это или нет. Я не гражданин России, я не знаю, будут ли какие-то проблемы, я не знаю, я не знаю, где я буду справлять день рождения, как я могу строить планы, если вы нифига не знаете, если вообще просто у вас вот столько информации, столько. А если бы я сказала вот все, вы бы тогда поняли, но я вам не говорю, поэтому у вас вот так, потому что вам не дано знать все. Понятно? Вот. Говорю только то, что я считаю нужным. Не только поднимаем тему, но и предпринимаем действия. Когда Бог даст, тогда и будет. Также много вопросов про детей. Конечно же, я хочу детей. Еще раз говорю, хочу. Да и Ваня не против. Только один Бог знает, когда вот суждено иметь ребенка. Ну, пока вот так. Ну, для меня это тоже, знаете, не самая легкая тема, потому что все-таки женщина в 30 лет без детей. Не знаю, как для других. Кто-то хочет тусоваться там в дискотеке ТРПР, но для меня вот ребенок, наверное, это самое большое счастье. Еще раз повторяюсь. Так что вот так. Вдаль, унесенная ветром, чувство останется где-то на переку неба. Тихо к нему прикоснется луч одинокого солнца на переку неба. А утром пролется рассветом чувство, уснувшие где-то на переку неба. Чтобы мы с тобой не забыли, как друг друга любили на переку неба.